Всем куся, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Айзеков Репент. В прошлом серии мы с вами закрыли обычного забытого, закрыли за него, по-моему... А чё мы закрыли за него? Не помню, чё-то закрыли за него, короче. Сегодня нам предстоит закрыть обычного Лазаря, и у нас останется только лишь обычный Яков и Исаф из обычных персонажей, в общем-то. На сладенькое его, и у нас будут закрыты все обычные персонажи, в общем-то. Всё, есть Лазарь, и это босс Раш и Хаш. То есть надо будет торопиться, я не знаю, за один забег мы это сможем сделать или нет. Посмотрим, в общем-то. Персонаж такой любопытный весьма, его заметно так изменили в один момент. Сейчас это вспомним попутно ещё. Горящий подвал у меня первой локацией. Убираю сюда зашёл, но кто ж знал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, у меня есть пилюля, она сделала меня крупнее. Ну, ладно, допустим. Надо будет поторапливаться, не знаю, получится за один забег сделать или нет. Очень бы хотелось, конечно, но для этого надо прям... Скорее всего, этажи целиком будет мне не чистить. Либо надеяться на то, что мне попадётся какой-то реально сильный предмет там. Какая-нибудь, не знаю, технология. Лезть Якова, например, потому что в таком духе я бы не отказался. Или автаназия, например, тоже весьма неплохо, кстати. Очень хороший старт, меня радует. Я более чем доволен. Так, в говне счастье, но не в этом. Автаназия нам на комнатах, в первую очередь, очень хорошо поможет. И как раз-таки это мне сейчас заметно меня, наверное, ускорит. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, что удача на этом не закончится. Будут мне нужные статы за боссов давать, всё такое. Бомбочка. Так, насчёт бомбы надо подумать, на самом деле. Я взорву сразу это всё добро. Насчёт скидки не знаю. А, насчёт скидки, чё знать-то мне монеток минимум дали. Так что, походу, насчёт скидки можно и не думать. Есть синее сердце, я вот насчёт него задумался, потому что... Есть смысл... Блин, придётся на первом этаже немножко провести побольше времени, судя по всему. Есть смысл взять его для того, чтобы гарантировать себе неслитую сделку на следующем этаже. Потому что я очень сильно надеюсь на сделки. Так, давайте Magic Mashman мне сейчас. Хотя бы одну пилюлю не знаю. Вообще ничего. Ладно, я вас понял. Всё просто нахрен взорвать. Опаньки, сделка. Ух ты, хрена себе. Так, вопрос в том, что, смотрите, если мы умираем, то у нас минус одно сердце, плюс 05 дамага, модификация превращенного лазера на комнату. Но если я сомню все сердца, ситуация будет другая. У меня есть вариант взять лапу Гаппи с собой. У меня есть вариант всё из этого взять вообще-то. Я останусь с одним сердцем пока что. Но потом я смогу на каждом этаже три синих сердца себе получать. И выживать более-менее. Это очень круто. Так, давайте, ребят. Я собираю всё добро. Два. Так, и это мы тоже, собственно, просто берём. Мы умираем прямо здесь. Выходим отсюда. Теперь нам надо как-то не слиться сейчас. Заворота я пилю, да, ёлку. У меня очень хороший старт. Прям я очень доволен по предметам своим. Прям замечательно вообще всё. Так, есть смысл, может быть, сразу красное сердце нам сконвертировать, а? Типа, то есть лапа Гаппи мне позволяет... Мне, поскольку... Мне это и сделка, кстати говоря, выгодна, потому что за одно сердце мне труднее было бы, чтобы покупать. Я думаю, проблема сейчас у меня будет в том, что... Мне придётся как-то искать синие сердца. Так. Вот именно поэтому я и использовал. Я чувствовал, что он сейчас меня как коснётся этой дурацкой бомбой на целое сердце. Знаю я этого чемпиона-засранца, который бомбу ставит чуть-чуть не на опережение. Ну, там, типа, он рядом с тобой ставит как бы не на опережение, но ты двигаешься, если чуть-чуть, то легко в неё влетаешь. Было у меня такое уже недавно. Где меня Шейнигаппи спас. Так, помада. Ладно, допустим. Насчёт синего сердца, не знаю, покупать ли нам его... Скидку могли бы купить, кстати. Вместо синего сердца, например. Я думаю, что с двумя сердцами мы можем, в принципе, выдержать следующий этаж. Я думаю, да, погнали так. Не будем сильно тормозить. Бежали. Вообще-то, раньше лазер весался только один раз. Я, как правило, просто искал... Ага, есть у меня вот какого-то с пустанья боссами, кстати, ещё. Если бы выдержал прошлый этаж, не сконвертировал бы сердце, мог бы сюда сейчас зайти. Ну ладно. Там не факт, что было бы что-то полезное, плюс это время ещё тоже тратится. Так, это мимо. Раньше лазеря было реализовать проще. Заходишь в первую сделку, размениваешься, надеешься на то, что там будет побольше всего-всего-всего. Получаешь себе баф статов навсегда, получаешь предметы, по сути, на халяву. И дальше просто уже не паришься об этом совершенно. Лазеря изменили. И теперь у него жизнь на каждом этаже. С одной стороны у нас есть лилбрим. Неплохо, кстати. Учитывая, что это вторая часть конжоинда. Так, давайте ещё вот это возьмём тоже. Две бомбочки, замечательно. Пирюлю пока что трудюзать я не хочу, потому что если там будет халсдаун, какой-нибудь стол будет, не очень мне это сейчас село. Нет у меня, к сожалению... Давайте я тут назорву. Нет ключа, к сожалению, я бы в магазинчик и зашёл. Сейчас в лазере можно резать так постоянно. Он получает гораздо меньше бонус на постоянной основе. То есть он превращается во вторую форму нашу. Получает 1,4 множество урона. Там что-то 0,5 к дамагу на постоянной основе. Включает за каждый рез свой, который у тебя не исчезнет. У него 1,25 скорость бега, по-моему, ещё во второй форме. Но, соответственно, он из этой формы выходит. Поэтому бонус не такой стабильный. Ты можешь, конечно, в сделку много раз... Оу, вау, это круто было. И у меня камушек, да, если что. Прям вообще жопа какой-нибудь забег. Хороший начало такой. Меня прям радует. У меня немножечко такой чуть-чуть дохрипший голос, из-за того, что я приболевший до сих пор, но вроде не так сильно. Надеюсь, не слишком птичь, я там. Так, сих, 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 отлично. Сделка открывает, соответственно. Заходим сюда, получаем 25 центов. Получаем... Ух ты, что не получаем. Что я могу сделать? Я могу подобрать предмет, взять синее сердце, подобрать второй предмет потом. Почу ли я с лапой гаппи оставаться, или лучше с сатанинскую библию? Я бы, честно говоря, с сатанинскую библию взял. Неизвестно, сколько раз я захочу ещё размениваться. А она мне будет давать сердца. Надо с сатанинскую библию брать, мне с лапой гаппи по-любому. Так, значит, делаем раз, два, три. Умираем, проверяемся на месте. Теперь раз, два, три. И уходим отсюда, всё. Это было мега мощь. Всё, что я могу сказать. Единственная ошибка, и то, что я сейчас делал, это то, что я прожал сердце, я мог зайти в испытание боссами, но это бы заняло время. Так, на этаже я точно ничего не забыл больше? Вроде нет, погнали дальше. В общем-то, теперь нам... Вот самое трудное, если ты вот так вот резаешься, да, хочется сделать медленный забег. Если ты хочешь постоянно на каждом этаже резаться, получать свои 0,5 урона, и каждый раз желательно жизнь куда-то тратить не в молоко, а куда-нибудь в сделку, то это надо, чтобы у тебя сделка не была слитая, надо, чтобы она тебе, соответственно, открывалась. И самое главное, это не пропустить момент, надо, чтобы у тебя была возможность восстанавливать здоровье, потому что, если ты, например, там на пятом, на шестом этаже будешь там еще все еще умирать, оставаться одним сердцем, что одно дело, если ты просто умер, а другое дело, если ты в сделку разменялся. В сделку разменялся, у тебя все сердца улетят. Там, разменяешься же что-то, да? Просто овер можешь потратить, и жизнь тебя спасет. Но у тебя, кстати, останется одно сердце в итоге. Просто при смерти тратится только одно. И вот самое главное, чтобы ты потом мог восстановиться. Вот за этим очень важно следить. Поскольку мне сейчас надо торопиться, то полноценно прям выжимать все-все-все из этажей у меня не получается. Не выйдет так. Активку вот эту я сейчас возьму, просто для того, чтобы пять ключей получить, потому что у меня как раз никаких ключей нет. Пилюля большая, пожалуйста, хорошая, только не Тирсдаун. Я не знаю, какой у нее лошадиный эффект. По-моему, замедление у нас было обычной степени, обычной силы. Бомбы есть, не знаю, стоит ли добрать нам. Блин, прикольно все-таки этот самый оккультный глаз можно хоть наискосок стрелять, хоть как. Ну, 360 градусов, по-моему, по сути, встроенно позволяет тебе стрелять, можно сказать. Отлично. И с эвтаназией прям это вообще прикольно. Создает такое кольцо, которым ты тоже управляешь. Правда, оно бывает, что лучше бы попало само по себе, но не знаю. Я каждый раз, когда беру оккультный глаз, я каждый раз его нахваливаю, я знаю. Но мне очень уж нравится этот предмет. Очень уж он приятный для меня. Отлично. Так, полета у нас нет. Пока что, в принципе, по таймеру я, по-моему, успеваю. Причем успеваю и по силе забега, и по таймеру так, чтобы попасть и на хаши, и на босс раш. Ай, до тупо. Торопился. Ну, погнали, давай сразу. Блин, я не знаю, я вот в Мунлайтере в последней серии показывал, что у меня на геймпаде сейчас такие, типа, я силиконовый чехол себе купил, и силиконовые такие насадки на стике, лапки такие, они вот мягенькие, так продавливаются, и я прям в Айзеке это сейчас вот постоянно сет на какой-то, знаете, такой тактильный кайф ловлю, если честно. Трудно передать. Я постоянно, постоянно об этом у меня мысль как-то уходит, я постоянно об этом задумываюсь. Так, мы не нашли еще золотую комнату, я бы хотел ее все-таки открыть. Времени у нас, в принципе, достаточно. И вот с одной стороны, сейчас Лазарь может много раз свозить свою жизнь, она много раз его может в принципе спасти, он много раз может в сделке разменяться, с другой стороны у него стабильный бонус. Чтобы вот эти 0,5 урона перевесили, это тяжело. Блин, хотя я не помню, слушайте, по-моему, наверное, у него сейчас 1,4 множество урона во второй форме, а раньше у него бонуса такого жесткого не было, скорее всего, что 1,4 множество урона, это дохрена. Скорее всего, там просто был какой-то баф по урону, сопоставимый с несколькими рессами сейчас. Типа там 1 урон или 1,5 урона, например, давали. Плюс скорость бега, там все такое. Мне кажется, так, наверное, было. Но не уверен. Так, специальных... Так, чуть-чуть. Ух. Вперед к ним подходил, чтобы... Они слишком далеко не стреляли. Чтобы мне было куда-то идти. Змейный поцелуй. 15% шанс выстрелить отравляющей слезой. Давненько я это не видел. Не зависит от удачи, кстати. Отравляют врагов при касании. Отравленное касание враги после смерти. Шанс 20% составляет черное сердце. Этот фрагмент все равно очень хороший. Даже после того, как его заметно так нерфанули. Но он все равно остается хорошим, как по мне. Потому что это и яд вполне себе стабильный. И плюс еще на кучке мелких мобов можно получить очень так жирно по сердцам все-таки. Давайте поставим... Погоди. Поставим бомбу все-таки тут. Не знаю, я опасаюсь я, блин, этих пилюль, если честно. Но очень уж хочется поражать. Но не хочу, терзу и скорость бега, чтобы не понизили мне. Опа, вот это очень хорошо. Потому что скорость бега у меня минус 0,2 из-за камушки. И это прям чувствуется. Так, это у меня только лишь третий этаж, да? Да, третий этаж. Надо немножечко ускориться, если я хочу попасть все-таки туда и туда. У меня, в принципе, запас прочности, запас силы есть. Но тут неудачно получилось, что... Далековато мне пришлось возвращаться. Но зато предмет был стоящий. Я, кстати говоря, сейчас ровненько прошелся по книге. Я не собирался ее брать, да. Хорошо, что здесь... Наверняка раньше... Раньше ты бы купил, возможно. А потом, поняв, что будут такие неприятные ситуации, когда ты по инерции натыкаешься, как на шипы, например, да? Предмет вот так сразу не покупается. Там, по-моему, в базике есть такая тема, что, собственно... В тихую комнату ты сразу не сможешь взаимовестись так вот с предметом взять его как-то. Видеть. А, блин, эти слезы, кстати говоря, недолго висят в воздухе. Нам бы этот стат повысить. Это получается, надо дальность повысить, да? Если чтобы они дольше всели в воздухе или как? Тихо. Так, давайте сюда. Понятно. Если будет где-то пачка мух, надо не забывать желательно их таранить. У меня, в принципе, соживающихся проблем нет, но я не против, если что, получить себе еще пачку сердец. Потому что если там будет десяток мобов, шанс того, что я хотя бы одно сердце получу, я куплюсь. Он очень высокий. А может, повесни на несколько сразу же. Плюс, если бы я хорошо знал игру и знал, какие мобы касанием не дамажат, было бы вообще замечательно. Я подбираю предметы, потому что я не вспомнил, по-моему, не вспомнил в золотой комнате, надо ли нам трогать предмет или достаточно убедить его, чтобы он на мне попадался. Но всякие хочу потрогать, короче, привычка. У меня там, блин, Лил Делириум, он может хорошего кого-то дать, вот как сейчас Инкубу мне дал, но он нестабильный совсем. Он забавный, в принципе, такой. Веселый бэбик тоже вполне. Напоминает мне этого бэбика в коробке тоже. Но, к сожалению, частью конжоинда он не является. О, большой сундук. Блин, он назвал таком-то предмет уже. Пожалуйста, не тяни до конца. Спасибо. Так, есть сопля. Соплю, соплю, берем. А, стоп. А, нет, не стоп. У меня была скрепка, который в золотые сундуки открываются без ключей. Но на этот сундук ключи все равно уходят. Блин, есть другая тринька, а жрелье дружбы. Оставлять спутников, кружить вокруг персонажей. Я ее обожаю, но сопля будет мощнее, мне кажется. Да и сейчас у меня на спутниках не такой большой акцент. Все-таки давайте не буду тормозить слишком сильно. У меня уже сколько раз было такое, что я чуть-чуть, чуть-чуть совсем копилюшечку не успел. И вот давайте не в этот раз, пожалуйста. Куда мы пойдем после хаша с босс рашен, я пока не решил, будет видно. Куда-нибудь просто там по фауну, куда будет располагаться. Куда отправимся уже. Куда сможем попасть. Да, докуда руки дотянутся. А в следующий раз придется попотеть и не один забег сделать за братьев. Так, это у нас... Что у меня было? А, в золотой комнате у меня была активка ненужная. Все, вроде ничего не сбыл. Особенно это же. Погнали. У меня какой-то... А, это чел, который пердя, щита, который три. Несколько ударов он начинает пердеть. Спектральная дада скалу уиджи. Мне, кстати, писали, что она повышает сейчас то ли тебе терзу, то ли... Помните, что она повышает на 0,4? Что ее, собственно, бафнули, но иид, блин, можно его обновить, пожалуйста. Часть гаппи. Полет 0,3 скорости. Блин, много так вкусностей каких, а? Хоть все хочется взять, серьезно. Дичайший соблазн. Но в то же время, смогу ли я выжить? Очень много бафов. Блин, если бы я левиафана смог собрать сейчас. Давайте, ладно, попробуем. Вторая часть гаппи. Доска. Хрен с ней. Было бы хорошо, если бы я смог сейчас разменять свои сердца, конечно, где-то еще. Ну, побежали так. Надеюсь, что... А, у меня теперь красное сердце же. Точно. Ну, посмотрим. У меня еще есть одна жизнь, если что. Зато у меня теперь есть подсветка сундуков. У меня есть полет, у меня есть скорость бега, у меня есть спектральные слезы. И у меня есть... Что-то еще. Что-то еще есть. Скорость бега, я сказал, нет? Помню. Запутался в перечислене всего. Главное, что тебя продержалось какое-то время и смог, соответственно, использовать свой... А, в черепах мы... Не знаю. Что там, как? Стоит ли их разрывать? Сейчас мне не знаю, тоже. Отвлекаться на это. Тихо, тихо, тихо. Надо просто разрешать свою книгу, особо не получать урона, чтобы у меня был какой-то запас сердец, в общем-то. Вот моя задача. Так, раз, использовали. Сделку уже немножечко прикрыли. Сделки, надо сказать, что сейчас точно стабильно так открываются, не троллят меня. И, конечно, сделки хороши тем, что, в отличие от Ангела, здесь много предметов за раз. Зачастую можно получить. С магазинами не ведет. Денег много, а магазины, блин, с этими засранцами. В первом магазине у нас почти ничего не было такого того, что мне хотелось бы. Если бы даже я там купил скидку, она бы сейчас никак не раскрылась. Мало того, что магазинов нет, так еще денег дофига, что скидка даже не обязательно. Тихо-тихо-тихо. Так, боссы нашли. Я вижу еще хороший камушек. Так, у нас какой-то, что глубина 1, окей. Значит, у нас впереди еще... Давайте сначала, наверное, боссы я пойду. Впереди еще не мамочка. Вообще, вот сейчас на боссраж, что я легко попадаю, да? Главное, чтобы я боссраж успел пройти минуты до 25-й. Может быть, до 28-й максимум. Третья часть конжойн, да. А здесь... Дай уголь. Сейчас я буду опять пить всю лазером. Блин, ну так и думал, что... Ну ладно, не так и думал. Вот нельзя сказать, что не повезло, потому что... Ну вот на чистоту он чаще дает уголь все-таки мне, чем бошку храма, все мне кажется. Поэтому не буду жаловаться. Не знаю, давайте сорвем это добро. И тысячи конжойн я забираю. И конжойн с оккультным глазом. Это прямо омега-круть. Они не... Ну, они прям рядышком летят, скажем так. Не прямо в одной точке, но близко. В общем-то, работает замечательно так или иначе. Так что у меня сейчас такой заметный баф по урону. 3-12 церзы, 7-7-7... 7-70 урона, но забег замечательный. То есть такой сбалансированный сильный. Так, в шипасту мы не пойдем. Хотя там, теоретически, может быть, сердце лежать какое-нибудь цветное в том числе. О, душа Эдема. Идема, точнее. Все время за то, что здесь написано Эдема. Я хочу ее по-другому прочитать. Не знаю насчет золотой пилюли, блин. Нет. С одной стороны, интересно. С другой стороны, мне кажется, не надо. Небольшой фанат этой триньки. Давайте я заберу с собой вот эту. Не триньки. Уж его предмета. Уж очень легко она может себе поднасрать. Прямо конкретно так. Я гораздо больше расстроюсь, если она мне даст 1 терздаун, чем она мне даст 1 терзат. То же самое касаемо скорости бега. Моих статов мне хватает. Если они пронизятся, будет неприятно. Повысится. Станет лучше, но не столь необходимо. Вот как я думаю. Поэтому мы его в баню. И побежали, в общем-то. Так, синих сердец мы в кострах не видим. Не знаю, вот этот вот глаз гапи, как по мне, такой очень комфортный предмет, в принципе. Приятный весьма. Если у нас будет еще часть гапи одна, то это будет вообще замечательно. Если мы успеем найти еще одну сделку. Одну сделку должны найти, но еще чтобы гапи попался. Погнали дальше. В прошлый раз в комментариях еще угорали насчет битвы с Бистом. Там, где я говорил, что мне что-то как не очень комфортно в битве с ним. И у меня в то же время там моя чабо-пиявка, мой вот этот вот щеночек кровавый, да. Такой в лаве был тахался буквально. Я так, когда я это увидел, я такой, ой, неловко получилось. Ему, конечно, тоже не очень так понравилось. Ну, что-то он там в ванночку принял горячую. Горячительную, я бы сказал. Так, отлично. Так, золотую комнату быстро нашли тоже. Я боялся, что, может, что-то не по плану пойти, какой-нибудь медленный забег. И если я не успею, например, на босс раж даже и на хаша в том числе, то будет вообще печально, потому что мне как бы и забег не завершать не хочется. Просто там перестартовать или что-то такое еще, поскольку я уже ничего не закрою. И в то же время идти куда-то не дошли и смысл. Еще один бэйбик, но в принципе я не расстраиваюсь, что я того купил. Я бы того и так купил, даже вспоминал, что мне сейчас попадется бэйбик. Потому что, во-первых, протон бэйби это хороший бэйбик. Весьма. Во-вторых, красное сердце я спокойно мог слить. Что это было сейчас? Что-то за проперделся нахрен. От черного боба или от чего? Я просто вообще не знаю потом, что произошло нахрен. Так, а вот здесь у нас будет уже мамочка. Мамина нога, если будет точнее. И я бы хотел, если честно, найти магазин. У меня, конечно, один магазин еще будет впереди перед хашем, но 74 монетки, а к нему еще будет больше, я там явно не потрачу. Поэтому в идеале было бы хоть что-то, сейчас все-таки еще найти. Ни хрена себе, сундуки. Обычные. Блин, надо было, знаете, что использовать? Надо было душу и Дэна, наверное, ашу прожать на эту золотую комнату, потому что, ну, этот Орликин мне особо не нужен. Вместо него что-то можно было найти прикольнее явно. Даже если была бы ересь, было бы, ну, не особо хуже. Потому что Орликин один из наиболее слабеньких бэйбиков, как по мне. Планетарий, кстати, внезапно. Так, это, это причем просто планетарий? Погодите. Это не Челлендж Комната Планетария? Серьезно, 1% шанс? Снова прокнул. Причем именно в тот раз, когда я пошел таш лтать. Ньютон, когда персонаж не стреляет, во рту накапливаются слезы. Стрельбие быстро выстреливаются, и накапливаются слезы. Окей. Это будет хорошим стартером в каждой комнате. Это прям вообще замечательно. Так, вот за таймером смотрим. Почти 18 минут будет, когда мы сейчас из магазина выйдем. 18 с половиной при... Когда придем к мамочке, это будет уже... План С. Нет. Конвертер. Сердца. Нет тоже. Купон мне особо не нужен, я думаю, будет. Ролем. Так, выбор. Давай возьмем выбор. More Option на боссов надо ли? Один предмет даст выбрать всего лишь. Один раз. Сработает. Не надо. Часики не хочу. Сердце давайте возьмем себе. Не надо. Вся мешок можно было взять. Мыло нет. Сердце. Блин, надо было мешок хранителя взять. Поздно ли с ним? Давайте возьмем. Ладно, хрен с ним. Карта. Давай. Надо было сначала, конечно, мешок, где-то потом сердце уже. Ну, ладно. Так, алебастровая шкатулка. Нет, она даст мне сейчас уже один ангельский предмет. Только, да. И одно, и два синие... И два синие сердца, поскольку сделка была. Да и заряжать его долго не буду я брать-то. Так, все, теперь побежали. Да так будет покороче, мне кажется. На пролом. Куча, ческому он с врагами. Все, побежали к мамочке быстрее. Мы должны вынести успеть ее. Я душу Идена свою опять забыл прожать везде. Но, правда, в магазине я бы и не хотел ее прожимать, наверное. Оставим на потом, если что еще. Так, это красная мамочка? Да, это красная мамочка. Отлично. Уберем негатив себе. Синие сердца. Побежали сюда. Технология 10. Пам-парам-пам-пам. А я не хочу ее брать. Нужна ли она мне вопрос? Ну, типа, серьезно. У меня хороший, плотный поток слез. У меня есть Нептун, который работает с ним. Технологии 10, я так понимаю, что он работать, скорее всего, не будет. Мои управляемые слезы, если они будут работать на технологии, они будут работать, конечно, приятно весьма. Но я даже не знаю, а будут ли? Я не уверен. Я не уверен даже, что у меня дамаг повысится просто с ним. Я бы остался с тем, что есть, честно. Просто, знаете, когда такой предмет видишь, который как бы имбовый, когда просто чуть не в жало может покоить игру. Но я реально в нем не уверен. Поэтому пытаюсь, знаете, так вот четко понять и объяснить, и передать. Я думаю, насчет лука может быть, но он дает свои сквозные и спектральные слезы, что приятно. Минус скорости бега. Плюс к размеру слезы. Нужна ли мне скорость полета? Потому что они будут очень медленными. Вообще, небольшой фанат этого лука. На чай, когда он попадает, с ним бывает достаточно так неприятно из-за минус дальности. Но сейчас она у меня достойная. Шарик смольный я не хочу брать. Давайте я возьму себе лук, наверное, реально, ребят. Внезапно, да. Не всегда прям... Я не уверен. Может быть, лучше было бы технологию, но... Мне кажется, что, скорее всего, мне с ней будет сейчас... Часть предметов моих с ней не раскроются. И факт, что мы станем сильнее в принципе. Хотя скорость полета у меня была на 084, и для технологии это хорошо. Ну вот так вообще прям приятно. И у меня и сопли есть еще, к слову. Которые не работали бы с технологией. То есть прям... Мне все располагало к тому, чтобы я ее оставил реально. Не взял. А если она не... Тихо, тихо, тихо. А если она не работает еще и с этим самым, как его? Нихрена мы проперживаем. Это от бомба реально этого? Просто раньше он, по-моему, делал один небольшой такой пердеж. Случай уроны и все. Возможно, что его тоже бафнули. Изменили вот так. И он теперь делает такую серию. Блин, обожаю. Как он кайфу ощущается. Вот с обычными слезами прям балдеж. Да, судя по всему, это реально так работает. Если бы меня было бы чем поджигать, мы скорее всего могли бы это взорвать еще. Что появляется тут. Отлично. А где музычка bus rush? У меня вопрос. Музычка будет, нет? У меня музычка после... Это сам как его после победы над мамочкой. Такая типа, которая вот... Отключился саундтрек и все. Ну, без саундтрека bus rush. Причем, по-моему, у меня сейчас стандартный саундтрек. Репы стоит. И он что-то как-то куда-то сломался. Может, из-за кого-то ну да, может быть нет. Без понятия. У меня уже даже сердце с избытком. Мне не надо так много. Так, иди сюда. Кайфец. Блин, не знаю, как я балдеюсь с оккультным глазом каждый раз. Серьезно. Особенно, когда у тебя вот такой забег еще хороший собирается. С конжой, думаю, прочим, прочим, прочим. Плюс спектральные слезы мне как раз таки вот по нескольким боссам позволяли здесь попадать. И, в принципе, это хорошее очень то, что такому дичь гаду. Приятное дополнение. На толпу врагов особенно. В первую очередь на них. Вот, еще раз прожмем. Опять у меня там не видно, какая волна идет сейчас. А, это все последнее. Потерянный. Вау, пластилинное печенье. Стоп, а печенье бы работало с технологией этой самой, как его, десятой? Или бы оно не работало практически? Я не помню. Но, короче, то, что сейчас, у меня прям я очень доволен. Мне прям нравится. Так, погнали налево, наверное, скорее всего. Не факт. Ох ты, блин, разноцветная пачка слез. Кайфец. Ну, мы тут с огромным, на самом деле, запасом на хашу успеваем. Я бы сказал, можно вообще никуда не торопиться, хоть целиком это же лутать. Лимонная вечеринка. В душу Идена. Как, подождем еще? Ага, здесь тупичок. Хрен-то с ним. Шудову. О, кстати, то, что надо. Берем шудову. Оставляем его на месте. Юзаем душу. Получаем делириуса. Держи, делириус. Он за мной не будет никуда-то же не уходить. Очень сомнительная активка, конечно. Лимонная вечеринка, давай возьмем с собой. В каком-то состоянии монстрами меня она не особо интересует. Ох, блин, какой вот плотный такой прям поток слез. Император есть еще. В этом зале просто есть все, что хочет. В получении вами урона появляется черное кольцо, носящее большой урон. Сид, ребят, если что, вот такой у меня попался. А, ну я, в принципе, на паузу нажимал. Вы так его видели. Но прям... Прям из разряда таких забегов, в которых все по маслу идет. Я бы хотел, знаете что, если будет возможность, я бы хотел собрать ключ и попробовать на... мега-стану пойти. А ну либо на делириума можно было бы, кстати, после хаша. Это так выглядят в сундуке-сундук, типа, да? Так, что-то карта правосудия. Правосудие, не знаю. Давайте поражем сразу же, не буду его таскать с собой. Найти бы еще одну часть гаппи, вот для полного счастья, для полной зажратости, я бы сказал. Охренеть, там слезы. Блин, не знаю, я печеньку тоже дико кайфую с ней. Вот эти все модификаторы, которые... Просто постоянно чередуются. Какой-нибудь пирог, он очень рандомный такой, можете подставить там. Купюра приятная вполне себе, трехдолларовая банка, ну как она там называется. Но вот печенька, она прям... Самая фановая из таких вот модификаторов, которые дают рандомный модификатор слез постоянно. Ну, один из... Не рандомный, а один из скул определенного соответствия. Так, скулекс. Хауч. Нихрена его сдуло просто. Серные бомбы есть. Здесь есть Лила Бадон, есть 7 печатей. Я возьму себе, наверное, все. Потому что просто могу себе позволить. Нужно ли мне серные бомбы? Могу позволить их. Вообще-то. Я думаю, что я отхиляю. Ну, я отхиляюсь целиком, конечно, к хашу. Но не думаю, что с ним проблем будет. Еще и хорошую пидюлю нашли. Ай, блин, я забыл совсем про вот это. Сюда я уже не попадаю. То есть, как я... Я не смогу сюда задонатить столько, сколько надо. Я не подумал об этом как-то всем. Только если мне бы там конкретно так повезло... Блин, сколько сделок сегодня открывалось, если говоря, с шансом 33%-то, а? Сердные бомбы мне вообще не надо, правильно? Ну, я их не буду юзать точно. Давайте-то не будем слишком... Слишком, знаете, так... Просто... Жировать и подбирать все-все-все-все-всем подряд. Погнали сюда. Так, аппаратик. День, кстати, играет 27. Они вначале мне как надропывались, так вот и... Пока что... Пока что особо большее количество не увеличивается у меня. Ну, давай. Не знаю, стоит ли заходить мне. Я вижу тебя, падла. Узнал. Опознал. Не знаю, стоит ли заходить мне в шафастую комнату. Была бы там секреточка рядышком, я бы с радостью. Но секрет, более вероятно, находится вот здесь. 36% на дьявола. К хашу можно будет даже практически не подходить, по большому счету. Так, верху на жрица мне... Не знаю, можно наступить ногой на лицо хаша. Не знаю, зачем, но можно. Смири тоже. Сундук-сундук, я снова. Это забавно так выглядит, не знаю. Когда глазгапи показывает себе, что в сундуке сундук. Интересно, если там будет в сундуке сундук, а там сундук еще. Оно покажет себя сразу в содержимое? Или... Нет, наверное, не покажет, что оно не покажет содержимое. В следующей стадии, скажем так. Неизвестно, пилюля. Ну, давай. Full health. Хорошая пилюля в забеге весьма. Так, вот здесь, я не знаю, я бы на самом деле парочку раз этому челу бы сдонатил бы. Блин. О, зато... Зато сердце вернули. И давайте все взорвем теперь, нахрен. Я почти полностью восстановился и все черные сердца, кстати. Так, по таймеру. Стоп, а на хаши же надо... Погоди, на хаши же надо 30 минут, а не 35. 30 же минут надо, стоп. Я только сейчас что-то понял. Я просто думал такое, как раз насчет следующей серии, что... Мамочку унес. Насчет следующей серии, что там можно было бы пойти... Там мне надо будет читать Boss Rush. Хаша. Босс Rush, Биста и Матерь. Я думал насчет того, что... Типа, если я не... Не получится у меня в первом забеге... На Boss Rush попасть... А я буду двигаться при этом попутно на Бисты, соответственно... То было бы лучше, наверное, пойти... Пытаться на Boss Rush и Матерь. 35 минут. Больше предметов для братьев зато. За счет Альпути, да? Но путь сложнее. Зато в то же время, если я не успеваю на Boss Rush... То я потом в формате нарезки делаю, соответственно... Мне проще до Boss Rush дойти... И он попутно как раз-таки по дороге к Бисту идет. А если я направляюсь изначально на Биста... И на Boss Rush... А, ну хотя я мог бы, конечно... Если бы я сначала пошел бы на... На Boss Rush и на Биста... Запорол бы Boss Rush... Попал бы на Биста... Но потом я мог бы, в принципе, тогда попытаться на Boss Rush и на Матерь. Но это посложнее было бы. Я как-то думал, на счет того, что как раз 35 минут эти запомнил... И сейчас почему-то тоже решил, что у меня... Времени еще целая куча. А у меня там его уже так... Не то, что прям много оставалось. Несколько минут было, конечно. Нормально. Так, я хочу еще, может быть, себе... Карта повешенной. Повешенной не надо. Много лишних сердец потратил я сейчас. Что-то за рост тут. Как раз-таки сейчас в последний раз активку еще зарядим. Плюс белое сердечко. О, еще батареечка маленькая. Карта силы. Замечательно. Так, у меня нет модификатора полтора, ведь, да? Да, у меня нет модификатора полтора. Я вот как раз-таки искал какую-нибудь такую карту, которая меня сильно бахнет. Именно о карте силы всегда я в первую очередь и вспоминаю. Самый такой простой очевидный вариант, как по мне. Зря не чекнул снизу суперсекретку. Она могла быть там вполне. Ну, сейчас чекнем только где-нибудь здесь. Где-нибудь здесь. Где-нибудь сверху еще далеко, это, возможно, где-то два места. Раз. Два. Да, она все-таки снизу была. Вот так и думал, на самом деле, потому что... Так, ну, погнали на хаша. Не помню, что открывается за хаша на нем. Тоже у меня это открыто было по-любому. Мы открыли сейчас, по-моему, вот этот вот предмет, который мы открыли. По-моему, это предмет секретки. Но я не помню, что он делает. То ли это... Это ж не тот предмет, который тебя каждый раз меняет... Этот самый, как его... Каждый раз меняет твои предметы в комнате. То есть, все твои предметы меняют каждую комнату. Или это не тот. Не помню, точно. Вот, кстати говоря, такой наглядный момент, да, потому что мне объясняли, что у тебя тринки, они в забеге, собственно, процедурно сгенерированы по порядку. И вот то, что сигил бафомета, где бы я не нашел следующую тринку, у меня будет обязательно сигил бафомета. Типа вот такого, как я понимаю. Поэтому у меня вот сейчас два сигила бафомета показываются. Блин, у меня прям поток вообще слез. Но при этом, как только я открою один сундук, во втором будет уже не он. Стоп, а погодите, а стоит ли мне сейчас это открывать, потому что... О, право перворосток, кстати. Возрожденный лазер получит медленно угасающий бонус к урону плюс 21,6. Это бонус, вроде как похлебка, ровно столько ждает. Нет? Красный супчик. Это, честно говоря, жестко, но это прямо в самом начале надо получить, чтобы это было смысл, имело смысл. Очень специфичный эффект, который у тебя во второй половине забега уже не будет работать. Я возьму это, конечно, сейчас. Супер Мид Бой зашибись. Ничего не могу сказать. Еще пачку статов. Маска. Хотя 0,3 скорости есть. Дальность уменьшает размер. Ну, маска очевиднее, хотя, по большому счету, мне она не нужна была особо. Ну, пускай будет. Новый чем-то сокровищницу. Здесь не видно. Так, давайте вот эту сумму-ка точно хочу открыть, понятно. Ага, видите, у меня вот здесь заменилось на этот самый, на дьявольский хвостик, собственно. Но мне ни то, ни другого не нужно. Сигил Бафон, это, конечно, имба, но... Больше он для комнат. На хаше он бы работал, потому что он призывает, конечно. Но я думаю, что я останусь со своей соплей, когда с выживаемостью ты можешь не париться особо. То лучше сделать акцент просто на фан, на что-нибудь такое вот, что... Дамажно и так далее. Снова. Люк нашли, отлично. А в люке у нас еще один... Еще одна сестренка. Жаль, что BFF нет. И вот взял бы я ту штучку, где кружащийся бэбик вокруг икра, это было бы красиво. Так, стоп. Так, ну и тут синее сердце, что взять можно. А, нет, стоп. Надо все взять, потому что мне статы даются за это. Точно? Я бы и сердце красное взял, но не получится. Так, ну и теперь погнали на хаше. Я на хаше использую карту силы. Хоть нас дальше вудиливим, наверное, но... Это наша главная цель, по сути. Поэтому пускай... Нам, по-моему, невыгодно все-таки, например, ждать... Нептуна, или как он называется. То есть вот этот поток слез, он, мне кажется, выдает меньше ДПСа, чем если я просто сам постоянно стреляю. То есть если у меня враг, по крайней мере, постоянно находится передо мной. То есть, ну, было бы, по крайней мере, аналогично сделать так. Чтобы это именно был такой, как стартер. Да, с другой стороны, не знаю, тоже. Тоже один из... Моих любимых, блин, от Планетария. Один из самых желаемых мной. И при этом предмет, который хорош даже на боссах зачастую. В отличие, например, от Сатурна, который кайфовый именно в комнатах. Не забываем то, что у нас наши слезы, да. Если я во враге, я даже их оставляю, они повторно не бьют его. Я, ребят, про это помню. Они остаются в нем не из-за того, что я... И я так думаю, что больше будет урона просто, потому что они там сходятся, в общем-то. Тихо-тихо-тихо! Как-то провансовал между выстрелами. Можно сказать, что это было случайно, но с Андрея пытался. О, где бы Сигил Бафомет набапался. Но, Сигил Бафомет, у него, по-моему, максимум это 5 или 10 секунд, а как он 10, все-таки не уверен точно. Ай. Я просто особо не старался даже дожить, как вы понимаете, в этом бою. Кстати, надо было кого-нибудь протаранить, наверное, толпу врагов. В один момент. Где сердце? Я его подобрал, нет? Пустой сосуд. И... Попающий малыш. Пустой сосуд. Блин. Я очень отдаленно помню, как выглядит этот предмет. Но я не помню, что он делает. Не помню, какого он пула. Погнали на... Но тут про прирост такой, который, ну, реально очень специфичная. Вроде забавный эффект, который приятно, реально сочетается с... обновленным... Обновленным лазарем, да? Для меня он до сих пор обновленный, потому что я с ним... Я им играл один или два раза всего лишь, по-моему. Хоть его изменили так уже, не знаю, там, чуть ли не год назад, мне кажется. Очень хорошо сочетается, но это надо прямо вначале найти, чтобы... Хоть как-то ты этим пользуешься. Да и то не всегда вначале ты даже этим пользуешься. А сейчас только если бы я смог как-то свои... Вы знаете, если был бы какой-то способ... Все сердца обронить. По-моему, что-то такое ведь есть. Что-нибудь могло бы так сделать. Все свои сердца выкинув просто на пол, да? Умереть и переподобрать их. Чтобы получить вот баф урона. И получить вот баф урона, например, чисто в конце этажа перед глаз боссом. В таком духе нужно использовать. Либо просто его использовать, значит... Там, не знаю, помер, используется он у тебя. Постепенно баф снижается, у тебя все-таки куча урона. То есть ты с правом перероса, по большому счету, можешь... Не знаю, там, терзуй себе немножечко бафнуть. И уже у тебя будет все весьма неплохо. Урона будет хватать на ноги и тоже вперед. Ну или, например, в конце этажа ты разменялся, например, вначале, да? Получил баф. В следующий этаж ты под бафом этим охренителем проходишь. А, стоп, кстати. Отличие от поклепки. У поклепки у нас за убийство врагов у тебя дамаг немного возвращается наверх-обратно. Духовная цепь. Мы это недавно открыли. Не знаю, что такое вообще. Смотрим. А здесь не сказано, что у тебя дамаг восстанавливается за убийство врагов. Ладно, что он только спадает и все. Так было бы, наверное, справедливо. После смерти призрак персонажа прикован к его мертвому телу. И он может продолжать сражаться с половиной сердца. Возвращение к жизни через 10 секунд. Заряжается при поднятии синего сердца. О, как. Это, честно говоря, мне кажется, скорее всего у меня практически никогда не будет работать в принципе в игре. Потому что для того, чтобы это сработало, тебе надо... ...прямо сдохнуть. Если это сработает даже дважды, это уже будет, наверное, уникально. Мне кажется, там, ну... Скажем так, чтобы был завек такой на тоненького, но при этом ты выживал, на эту грань очень редко получается взобраться, скажем так. Чаще всего либо там прям совсем жопа. Либо все хорошо чаще еще. Вот так, чтобы прям... ...тебя добили, у тебя душа была вот эта. Не знаю, в общем-то. Можем это посмотреть на эффект, если я не забуду после того, как мы делили им просто вынесем. Зато мы новый предмет потрогали, добавили себе его в коллекцию. Судьба. Синие сердце, окей. Вот, что-то не синие сердце, вечное сердце там. Так, еще бомбы. Не знаю, куда мне тоже. Так, можно сходить, в принципе, вот на самом деле было бы к нижнему боссу. К нижнему слева. И там еще один, может быть, еще левее оказаться. Зачем я дроп собираю? Как отделаться этой манией просто собирать все подряд? Представляете, вот эта вот мания собирательства просто из игр бывает такая тема. Но когда ты играешь в рогалии, в котором ты просто собираешь ресурсы, когда они тебе нахрен точно уже не нужны, то это как бы уже лишнее, наверное. Она живой. О, забавно она такая. Так, она в тени, смотрите, в тени воды отражается. Прикольно выглядит. Не какой-то фантастический урон, но его более чем хватает. Липкие бомбы. Окей, давай. Так, а вот здесь у нас дилем может быть. Если будет, то будет. Ну, будет дилем. Говнюк. За мной прошел все-таки. Молительная карточка. Ну, можно сразу себе красное сердце дать сейчас еще одну. Хорошо, что, кстати говоря, я Букворума не подбирал. Потому что Букворума я... Букворума у меня не было, но нужно собрать. Погодите, вот, по чате Букворума считается что-то как-то я... Нет, не считается. Вот именно. Именно карточка просто. У меня была мысль подобрать Букворума ради Букворума попытаться. Еще один сердце. Жалко, что гапи до конца не собрали, но тут и так. С большим запасом все проходим. Ну, гапи, конечно, добавил бы очень много урона сейчас. Еще хайф мает сюда. Классика получения урона, когда уже сильный забег, ты получаешь урон от того, что просто кто-нибудь моментально взрывается в комнате и в слезы какие-то ты влетаешь. Так, мне кажется, вот здесь будет дилем. Нет. Ладно. Стреляет слезами с таким же уроном, что и у вашего персонажа. Ну, давай. Я раньше, на самом деле, сильно ценил этого Бэйбика. Он, в принципе, ты неплохой. Приятно так добавляет урона. Но чаще всего, чтобы он заметный урон давал, у тебя должен быть заметный урон. Все-таки стреляет он редко. Это и близко не инкуб. Это инкуб на ультраминималках, разве что. Лимонная вечеринка. Так, еще раз книжку использовать. Карту башни. Блин, если бы я Брим бомбу взял, это было бы красиво, конечно, весело бы смотрелось. Черт, у меня прям на бомбу... Блин, надо бы карту взять. На бомбу прям хорошо навалило мне тут. Что еще сделаю? Нет, все-таки. Я думал, может быть, здесь игре покажется. А давай тебе сдонатим. Хорошо, там вот поставил на быстрые донаты. Компас. Ну, сейчас всю карту себе откроем. Ага, а босса сверху нет никакого. Ладно, погнали в эту сторону тогда. Не будем, наверное, весь этаж нутать прям. Мегабомбы. Писали мне, что в прошлый раз у меня бомба на этом самом... Как на делириуме. А то. А, вот все. На делириуме толкались из-за Бримстоуна моего. Из-за Бримстоун его бомб, поэтому они до меня долетали и... Так, это обычно не было. Сначала показалось, что локап. Долетали до меня, и иногда этот Брим мне мешал. Но я бы сказал, что не сильно так значили, конечно, было. Но, тем не менее, порой... Порой включалось. Так, у нас два босса. Ага, у нас тот, который... А, нет, стоп, три босса. Немного неудобно с такой картой. Я предпочел бы, чтобы карта на этом этаже, может быть, она как-то, не знаю, масштаб своего меняла, меньше становилась там, или можно было ее сделать меньше в моде в этом. Потому что это бы хоть выглядело нецелостно, потому что приятнее, когда у тебя карта... Когда вот эти кубики, квадратики, они одинаковые на всех, на всех акциях, но тут она уж совсем слишком сильно залазит на все подряд, и большой пусмяк экрана занимает. Но все равно мне эта карта нравится больше, чем стандартная, на которой просто у тебя... Просто у тебя не видно ничего. Ну, у которого мало чего есть. Маленькая просто. Надо ее постоянно раскрывать побольше. Так. Вот здесь у нас сильный малыш. Ну, а что, Агнец найдем? Прям по ключевым боссам пройдемся. Мамин парик! Блин, ну вот серьезно, этот забег. Тут вот, если посмотреть по предметам, вот просто по предметам пойти, тут же почти нет плохих предметов каких-то. Орликин и Боб. Ну вот, два предмета, которые прям, ну, такие. Ну, делириум вот этот вот маленький, да? Тоже так, ну, хотя так вам получше, но там же так фифти-фифти. Помада не очень сейчас. Что еще? Да просто вот, ну и дальше предметы, которые на этом этаже, допустим, да? Там сестерка Мэгги у меня была из... Люка. Ну, короче, на этом, на этом замеге реально постоянно просто крутые предметы попадались мне. А смотрите, как букворма я бы собрал все-таки. Надо же мне было игре так под конец все-таки выдать. Ладно, погнали на дилю. Тихо. Так, давайте повзрываем, может быть, еще вот это добро. Ах, ты падла. Мы еще выстрелы очень сильно отталкиваем с импердежом. Я не помню, должен это раньше был или нет. Черное сердечко. И он делал, на самом деле, где-нибудь. Дайте книгу используем, не знаю зачем. Я искал... А, карту не так, а понятно. Я искал карту на силу. Ну, на урон что-нибудь еще. Вдруг выпал бы. Блин, хотел так протиснуться. Сейчас, в принципе, можем себя достаточно агрессивно вести в бою. Так, 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 так. Блин, я потерялся. Хорош. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то меня... Что-то меня больно-больно побили уже. Если честно. Шесть сердец остается так. Ну, погоди. Убьют же нахрен. А, ну, хотя мне надо же умереть, да? Но мне надо умереть... Не-не-не... Во время, блин, боя нахрен желательно. У меня, конечно, бахнется урон, но потом у меня один хп будет, и типа жопа полная. Хорош, три хп. Я сейчас дохну здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я прям дамажил. У меня, конечно, много было здоровья достаточно, но совсем уж фейс-ролли-то не стоило. Как собрался, вот, смотрите-ка, видите, особо не получаю урона. Обычно такую фразу как раз-таки я отхватываю сразу. Поэтому сказал особо. Ух ты, блин. Это что-то было? Что за турбина нахрен? Чуть так дернулся. Ну, в общем-то, дилю мы тоже снесли. Так, теперь давайте посмотрим все-таки, как работает. Раз. Проперделись. Два. Три. Вот наша душа, которая на цепи. Мы с пол хп. При этом... Стоп, погоди! А я не могу? Блин, интересно, я могу дотянуться до сердца вот этого? Мог ли я взять сердце этой душой? И чтобы я в форме души выживал, соответственно, не с 1,5 хп, а больше. Я вот не знаю. Но она сейчас у меня не рабочая, потому что мне надо что-то ее восстановить. Надо с ней сердце. Так, ну давайте помрем просто для того, чтобы посмотреть на наш урончик спит. Хм. Не 21 дало. Возможно, дало меньше, потому что у меня уже до матшапа были, типа. Чем больше урона, тем меньше все дает. Но что-то как-то... Хрен, не знаю, как-то совсем немного дало. Относительно того, что там было написано. Может быть, ее поднерфили, а может, еще что-то, не знаю. В общем-то, хороший был забег. Достаточно бодренький. Быстрый весьма. Ачивок у меня не было, потому что у меня этот перс был закрыт на другом сейфе еще в том числе. И, по-моему, вот это, кстати говоря, вот эти наручники, вот эти вот кандалы мы открыли, скорее всего, именно за фаготно. Потому что, ну, он на цепи такой. Явно, я думаю, что за него открыли. И у нас остается только лишь закрыть два хитбокса в следующий раз. Я не знаю, это будет проблематично или нет. Там зависит от того, как тебе шары навалят. Скорее всего, я буду немножечко раздражен местами, скажем так, когда мне надо будет торопиться, когда они будут разъединяться, когда я буду получить миллиарды. Тысячу урона? В местах, в которых я в обычных ситуациях бы не стал получать его. Посмотрим, в общем-то, что выйдет. Надеюсь, что я морально к этому подготовлюсь и решусь. На этом на сегодня, ребят, все. Была такая вот хорошая серийка, просто приятный забег. Надеюсь, что вы хорошо время проверили, так же, как и я. Всем, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Боксадаре Оми. Подписываться на канал, я буду очень рад. Оставляйте комментарии с этим видео, оно тоже будет очень приятно. Вступать на сегодня, скорость здесь, общаться на канал, с играми, что в случае чего. Но я ожидаю всем в хорошем стране такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всех прикус. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok